Смотри, Оль, была и иллюзия в том, что в России существует здравоохранение и медицина, да? Ну, у кого-то была, у кого-то особо и не было. Нет, была у всех, была, она была тотальной. И вот на днях тут красавец Мясников, он состроил максимально бесстыжие глазки и сообщил, что на самом деле систему здравоохранения России разрушили россияне тем, что начали лечиться. А система совершенно для этого не предназначена. У нее другая роль, у нее другая функция. У нее функция ленточку разрезать, погасить горящий аппарат ИВЛ. У нее вообще больницы проектируются без учета каких-то там подъездов для каталог, а они проектируются прежде всего как декорация, по которой может пройти президент, может войти губернатор. Именно такого рода требования предъявляются в первую очередь архитекторам. Да, вот все эти там грузовые лифты, все это фигня, никого это не интересует. Должна быть перспектива прохода для высокого начальства. Русские больницы это декорация для прохода номенклатуры. И не надо ее наделять другими смыслами. Если бы у кого-то были надежды на то, что есть медицина, это его проблемы. И точно так же, как, например, как действует ковид, одно дело благородно умирать от чахотки где-нибудь на чердаке, как это делали ученые. Или в ментоне. А? Или в ментоне. Да, совершенно верно. Другое дело вот это вот страшная скотская смерть, которую мы видим в телеграм-каналах, где показывают ковидные морги и их забитость, их переполненность. Но про ковид все и так понятно. Непонятно только, как быть бизнесу, как быть людям, которые пытаются удержаться до сих пор на плаву. Потому что бизнес опять, конечно, опять примеряет белые тапочки. И делает это с рыданием. И правильно примеряет, потому что вот это вот кольцо ковидное, оно сжимается. И просвета не видно. И вот веровать в эту животворящую российскую вакцину уже никто не верует. Это уже вакцинированные алтайские врачи показывают высокую заболеваемость ковидом. И где-то уже хрипят. И почувствовав слабину на рынке, вот то, что открывается некая такая перспектива, открывается окно, вот сейчас главное слово в деле вакцина производства, вакцина дельства взяла Якутия. И она собирается гнать вакцину из березы, из березовых наростов и из березовой коры. Вот вероятно вакцина, если, ну, питерская вакцина называлась спутник, то это будет называться уже там, не знаю, березовский. А Вологодчина в качестве сырья для вакцины может предложить лаптия. При наличии хорошего самогонного аппарата вакцину можно выгонять, в общем-то, и без них. То есть понятно, что вакцину будут делать все. Подождите, а была же на этой неделе, по-моему, информация о том, что Pfizer прошел третий этап тестирования вакцины, и вроде как уже просто все, что называется, намази. Нет, они сами не говорят, что намази. В нее можно верить? Они сами, нет, там верить можно. Там мне, например, абсолютно непонятно, каким образом они разбираются с механизмом прикрепления коронавируса к клетке. Вот там почему-то нигде об этом толком не рассказано, хотя я верю, что, в общем, этим занимаются люди, которые занимаются этим всю жизнь, следовательно, являются специалистами. То есть, возможно, какие-то надежды есть, но лучше не обольщаться. Но вообще все не было бы так страшно, и бизнес бы не был так разрушен, если бы в стране было бы здравоохранение. Не пришлось бы якутам сейчас мучить березы и издеваться над ними. Потому что вот мы видим, что в России для того, чтобы решить вопрос с ковидом, решить полностью, однозначно, надо всего-то 500 современных больниц и 50 медицинских вузов или даже училищ. Да, это минимум. Вот будут больницы, будут просторные изоляторы, будут легионы хорошо оплаченных медиков. Не придется еще пару поколений превращать в локдаунов. Не придется перекрывать бизнес и разрушать общество. Не будет расти злоба, паника. И подвалы не будут забиваться трупами, переоборудованные в морге. А вы считаете, что в какой-то из стран мира это вот таким образом решено? Считаю, потому что мы видим, как Китай, который получил это все в марте, в марте же начал строить клиники. Вы знаете, сколько они их сдали? Почему у них 29 больных вреда? Где они взяли столько врачей? Как они их так обучили быстро? Ну, потому что они сообразили, что придется либо подыхать и по подвалам копить трупы, либо надо строить больницы, надо создавать. У них тоже и в Европе такая же задница с несозданным здравоохранением. Но сейчас-то там идут пересчеты бюджетов. Там же циферки-то в евро отнимаются и у жандармерии, и у вояк, и у всех в пользу медицины, и в пользу построений вместо всяких церквей, вместо всяких полигонов. Причем нужны же настоящие больницы, а не сметанные на скорую руку какие-то койки, которые появляются то в витринах посудных магазинов, то в выставочных залах. Это все не заменит больницы, это не заменит медицины. Надо сейчас просто взять, произнести вслух слова, что здравоохранение России – это здравоохранение абсолютно нищей страны. Потому что 98% больничных учреждений медицинских, ну, не являются кондиционными, не являются не то, что там современными, а вообще способными хоть на что-то. И в этом только проблема. А 500 больниц и 50 медвузов, Оль, это фигня. Это на самом деле фигня. Это стоимость годового содержания РПЦ или уголовников на Донбассе. Вот всего-навсего нужно отказать себе в этих забавах. И сейчас, ну, к сожалению, понятно, что не китайцы, да, и за полгода никто не сможет это построить. Но, тем не менее, это единственный путь, когда, да, будет, будет, ковид будет жрать. Но от этого ковида можно будет защититься, можно будет изолировать, вылечиться, если отобрать бюджеты упускателей дурацких ракет и носителей фуражек и ряс. А вот скажите, как вы относитесь, собственно, к мерам локдауна? Вот только сегодня опять появилась информация, что рекомендовано и в Петербурге тоже перевести на дистанционное обучение студентов, всех уже без исключений. В Москве вообще проходят митинги, собираются, собирают подписи родителей. Они считают, что Собянин нарочно придумал вот это дистанционное обучение, и теперь его под флагом ковида пытается внедрить, потому что он не хочет, чтобы дети получали образование, чтобы дети небогатых родителей вообще учились. И вообще Собянин как бы на ковиде вот каким-то образом пытается нагреть руки при помощи дистанционного обучения. Скажите, он прав? Собянин не русский царь, не русский царь. Только русский царь мог принять закон о кухаркиных детях, когда беднейшим слоям запрещалось получать образование. Собянин, насколько я понимаю, сам делал себя, делал мучительно, сложно и понимает цену образования. Нет, его можно подозревать в чем угодно, кроме этого. Тоже немой герой, скажем так, но будем справедливы. Но вообще вот эти всякие антиковидные, ковид-диссидентские течения, они и будут разрастаться, они будут возникать именно потому, что нет той убедительной и победительной силы, которая могла бы с этой болезнью справиться и расставить все точки над «и». нам не хватает вот этих вот 500 больниц, нам не хватает этих 50 медучиней. То есть вы говорите о перспективе. Люди не видят конца и края, и поэтому получается то, что получается. Да, совершенно верно. Поэтому и возникает питательная среда для самых диких, нелепых извращений по этому поводу. С этим можно было бы разбираться быстро и аккуратно.